Старенький школьный спортзал на окраине Хасавюрта. Мало кто догадается, что из года в год из этих стен выходят чемпионы, медалисты крупных международных турниров. Условия в филиале школы имени Шамиля Умаханова суровые, даже спартанские, а ковер едва вмещает всех. Но все это не сильно заботит борцов. В зале даже на разминке царит жесткая конкуренция, атмосфера захватывающая, а это именно то, зачем сюда приехал Петр Ян. Чемпион UFC сам начинал и закалялся в таких, как говорит молодежь, олдскульных условиях. Дагестанская борьба на номер один в мире. А секрет, нет никакого секрета. Вы сами видите, в зале 50-60 человек бывает, 70 человек. Да, атмосфера, вы сами видите, все просто. Нет никакой роскоши. Простые рабочие залы, молодежь вся простая, вся желающая чего-то достичь. Сами видите, какие рубки проходят на ковре за какой-то балл, какая идет возня. Это все и подкупает. В Дагестане чемпиона UFC опекает Зелимхан Гусейнов, двукратный обладатель Кубка мира. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Азербайджана. Из-за закрытых границ вынужден пока оставаться дома. С известным микс-файтером они познакомились на сборах в Таиланде еще пять лет назад. Уже тогда Гусейнов заметил в нем чемпионский потенциал. Честно говоря, в то время была организация ICB. В то время он там дрался за поезд. Но я видел в нем перспективу. Почему? Потому что он тренировался. Он больше всех тренировался. Он в Таиланде, когда мы были, он в последний зал выходил. Выкладывался на полную, мощь выкладывался. Ну, упали, глаза горели. Он стремился к этому. Он поставил себе цель и стремился к этому. За полтора, за два года провести семь боев в UFC и забрать поезд. Это не каждому донал. Помимо чемпиона UFC в зале тренируется еще один боец ММА. Это выходец из соседней Чечни Майербек Тайсумов, а также борцы, представляющие другие страны. В республике всех гостей ждал теплый прием. Каждый вечер после тренировок их приглашают домой, знакомят с местной кухней, а также с культурой и обычаями. Все друг друга ребята знают, хорошо с ним подружились. Можно сказать, он каждый день почти в гостях и до тренировок, и после. Но тренировок он не пропускает. Вот, он тренируется стабильно. Ну, если тренироваться стабильно, и результат, само собой, не заставит долго себя ждать. Поэтому ребята с ним в хороших отношениях. Каждый день его в гости. То один, то другой зовет. Хороший парень, улыбчивый, отзывчивый парень, добрый. Поэтому желаю успехов ему и всем ребятам, кто бы за какое дело не взялся, чтобы всех все получилось. Ян и остальные гости сейчас тренируются в обычном режиме. Утром зарядка, вечером работа в общей группе. Команда вольников школы имени Умаханова готовится к предстоящему чемпионату России. Намечен он на середину октября. Большие надежды в этом зале возлагают на Ахмеда Чакаева, бронзовый призер мирового первенства. Он входит в узкий круг претендентов на участие в Олимпийских играх. Сейчас только время прошло после Риги, нигде вообще не боролись. Чуть тяжело тягиваться. Ну, надеемся, нормально, подойдем в хорошей форме. Ребята вроде бы все работают. Просто во время карантина пропустили. Ну, можно сказать, что все в равных более-менее условиях. По-любому все в равных, да. Потому что у всех был карантин. В Дагестане Петр Ям планировал провести две недели, но теперь решил задержаться и продолжить тренировки. Следующий бой пока еще официально не анонсирован. Возможно, ближе к концу года соперником станет Алджамин Стерлинг. Сейчас только одно известно точно. Американский мастер борьбы и джиу-джитсу после этих сборов вряд ли чем-то сможет удивить действующего чемпиона. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Асавюрт.